Привет друзья! Ирина Линд знакома зрителям по ролям в фильмах и сериалах, среди которых Институт благородных девиц, Курортная полиция, Миллионер по неволе и другие. Обаятельная актриса известна и тем, что состояла в отношениях с Валерием Золотухиным. Ирина Линд впервые встретила Валерия Золотухина в стенах театра на Таганке. Сначала он не произвел на нее никакого впечатления. Она увидела лишь невысокого пожилого человека, не отличающегося внешней красотой. Первые встречи не предвещали никакого романа. Тогда Ирина Линд думала, что наличие огромной разницы в возрасте, а возраст Золотухина превышал возраст ее отца, станет серьезным препятствием на пути их возможных отношений романтического характера. Вместе с тем каждый выход на сцену Валерия Золотухина приводил к тому, что все препятствия, разделяющие их с Ириной, становились все мельче, и мельче. Силой своего таланта и обаянием он добился возникновения у молодой актрисы сильнейшего чувства, которое стремительным образом вырастало до громадных размеров. Ирина Линд после смерти Золотухина признавалась, что их любовь возникла вопреки складывающимся обстоятельствам. С 1998 года отношения между Золотухиным и Ириной стали близкими. В это время у Валерия была жена. Семью он бросать не стал. Молодая актриса вовсе и не побуждала его к этому шагу. Для нее главным была любовь. После ухода любимого Валерий Золотухин стал художественным руководителем театра на Таганке, при этом его отношение к Ирине не изменилось. Она подвергалась довольно резкой критике во время репетиций, причем нередко даже больше, чем другие артисты. Ей он объяснял эти придирки своими переживаниями за ее творчество. А через 6 лет, 18 ноября 2004 года, на свет появился их общий незапланированный ребенок Иван. Это оказалось для Ирины самым большим счастьем в жизни. Ваня был точной копией Валерия. Да и 63-летний Валерий был рад маленькому сыну. Ирина с ребенком переехала в квартиру к матери, и она помогала его растить. А Валерий Золотухин остался со своей женой Тамарой, с которой состоял в браке уже 30 лет. В перерывах между гастролями он навещал сына, любил с ним играть. Старшие сыновья Золотухина познакомились со своим братом и приезжали на дни рождения. А Тамара смогла тоже принять Ваню как своего и нашла силы, чтобы простить мужа и Ирину. У Золотухина было и раньше много романов, однако он всегда говорил жене, что любит ее и не оставит, и она смирилась с его поведением. Все вместе они собирались на Новый год, а в 2013 году Валерия Сергеевича не стало. Тамара Владимировна пережила его на 6 лет. 15 апреля Ирине исполнилось 46 лет. Свою личную жизнь она больше не устраивает, посвятив жизнь сыну. По ее словам, она однолюб, и таких замечательных людей, как Валерий, на свете единицы. Тамара отказалась от наследства, и Ирине досталась квартира, которую купил Валерий, и небольшая дача. Чтобы оплатить сыну дорогое обучение в Ломоносовской школе, Ирина сдает недвижимость, а сама живет с матерью и сестрой. Актриса ушла из театра на Таганке, которому отдала 20 лет жизни, так как возник конфликт с новым руководством. Теперь она выступает в Амхате имени Горького и в Театре Луны, а также преподает в театральной студии. Снимается она и в кино, сейчас в производстве находится картина Крошка, где Ирина сыграет заведующую детским садом. Однако основная ее деятельность – работа в культурном фонде Валерия Золотухина в Быстром Истоке, Алтай, который она организовала вместе с друзьями, чтобы сохранить память и творческое наследие. Фонд оказывает поддержку талантливым детям, актерам, проводит различные мероприятия. Сын Иван растет талантливым мальчиком, и Ирина им очень гордится. Еще в четырехлетнем возрасте он снялся в рекламе и заработал свой первый гонорар. Иван играет в школьном театральном кружке, увлекается баскетболом, хорошо поет и танцует, учится игре на гитаре и фортепиано. В 11 лет он вошел в состав жюри фестиваля детского творчества «Истоки». Также он снимался в кино, попробовал себя в качестве телеведущего, и они вместе с матерью озвучили главных героев в мультфильме «Куба» «Легенда о самурае». Ему 16 лет. В своих интервью Ирина рассказывала, насколько тяжелым было для нее прощание с Золотухиным. Отпевание и прощание сначала проходили в Москве, затем вся эта процедура повторилась на родине покойного Алтая. Ирина все это время старалась быть рядом с гробом. Именно она последней держала за руку величайшего актера перед тем, как был закрыт гроб. С ее слов, Золотухиным было ей завещано не искать ни у кого оправдания, кроме Бога. По совету психолога, она брала с собой на похороны сына. Маленький Ваня все видел своими глазами и все понимал. После смерти Золотухина довольно остро для его многочисленных родственников встал вопрос о наследстве. Прямыми наследниками, кроме Вани, являлись законная супруга Золотухина, Тамара и их совместный сын Денис. Финансовые сбережения Валерия Золотухина были не очень большими. Каждому из детей остались квартиры. В целом все вопросы о дележе наследства решались мирным путем. Небольшая дача на шести сотках досталась Ирине. Там она с сестрой занялась строительством дома, до этого там находилась Времянка. Похоронив любимого человека, Ирина Линд полностью окунулась в работу, чтобы каким-то образом залечить душевную рану. Еще при жизни Золотухина Ирина начала репетировать главную роль в спектакле Геда Габблер Ипсена. Режиссером Гульнарой. Головинской выбрана была она, а Золотухин это одобрил. Вскоре у Валерия Сергеевича была обнаружена опухоль мозга. После смерти актера Ирина продолжила работу над спектаклем. Режиссером в спектакле предусматривались самые различные спецэффекты. Главная героиня выполняет стойку на голове, стучит на барабане, музицирует на трубе, даже делает намеки своей подруге на возможность лесбийской любви. Самой неожиданной сценой является момент, где Геда в страстном порыве сбрасывает с себя всю одежду. Актриса считает, что героиня очень похожа на нее требовательностью к себе и окружающим, она выступает такой же максималистской. Любовь для них обеих может быть только единственной в течение всей жизни. Конечно, Ирина никогда не согласится с финалом спектакля, самоубийство для нее недопустимый шаг. Главное в жизни актрисы – создание гармонии, к поиску которой она прилагает все свои силы. Слухи о новом романе. После съемок Ирины Линд в сериале «Курортная полиция» стали появляться слухи о том, что у нее вспыхнули романтические отношения с актером Стояновым Андреем, игравшим в этом же сериале. Актриса утверждает, что подобные утверждения – журналистские выдумки, не имеющие под собой реальной основы. Сердце ее навсегда отдано Валерию Золотухину, достойно заменить его не может никто. Она отзывается об Андрее Стоянове как о замечательном парне, видном мужчине, но возлюбленном ее только в снятом сериале. Во время посещения съемок кто-то из журналистов спросил о том, с кем у героини Ирины романтические отношения. Она пояснила, что ее героиня влюблена в главного героя в исполнении Андрея Стоянова. Было сделано несколько фотографий, после чего разнеслись слухи об их романе. В некоторых публикациях утверждалось, что Ирина Линд, фото которой со Стояновым попала в некоторые издания, нашла свою новую любовь. Все это, по словам актрисы, не соответствует действительности. На съемках с ней постоянно находился 9-летний сын. Делитесь этим видео с друзьями и берегите себя. А также не забывайте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.